Прекрасно! Чувашская вышивка, когда умеешь вышивать. Прекрасно! Чувашская вышивка в своеобразии – умелое сочетание цветов, умелое построение композиции. Смысловое значение. Изучая чувашскую вышивку, мы можем изучить прошлое своего народа, его образ жизни. Первый раз, когда одна мастерица устроила у нас выставку, я прошлась по рядам, дошла до одного орнамента, называется «Знак примирения и согласия». Я просто остолбенела. Очень оригинально, четко исполненная. Там много углов тупых, острых, и это все виднеется так красиво. Знак примирения и согласия. Вышивается как пески. Я эту песку хочу попробовать в круговой. Азбука – это швы. Узоры – это букварь. Ну и местоположение, название, назначение вышивки есть. Есть гладьевой шов, шулам, хантас мы называем. А изображения самые разнообразные. В чувашской вышивке четыре вида орнамента. Геометрический. Растительный – это ветки растений, цветочки, древо, древо жизни. Есть животный и человек в обобщенной форме. Цвета тоже смысловые значения имеют. Красный – сама жизнь, брак, благополучие. Черный – это ограда, земля. Зелёный – рост, развитие, молодость. Жёлтые – это солнце, светило. Синие – северное сияние. Обычно в орнаментах говорится, что если квадрат нарисован, наши предки представляли землю раньше квадратной. Это вот гора, это вот столбы. Небосвод держит, небо держит. А в то же время, в то же время, это по правилам нарисовано. Посмотри, если её пополам сложить, если вот эти части вырезать, то будет что? Рубаха. Треугольник – это гора. На горе древо жизни. Пурно-сивыще говорим, по-чувашски древо жизни образовалось. Небо отделилось от земли. Всё это в чувашской вышивке показано, можно прочитать. Мы познакомились с одной удивительной женщиной, или бабушкой даже, или мамой нашей, уже общей мамой. И она коллекционировала, собрала очень большое количество вышитых изделий, в том числе до ста сурбанов, до ста масмаков. Тянет эта бабушка нас? Снова заряжаешься, снова идеи возникают. Идеи, к примеру, получше сфотографировать, потом эскизы сделать, студентам можно задания давать. Зинаида Михайловна, товар, 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 товар! Наши предки вышивали. Истоки-то идут с эпохи Энеолита. Известны вот нам трёхсотлетней давности. Трёхсотлетней давности, и то они очень ценные. Они все вышиты на холсте, и очень мелко вышиты, филигранно вышиты, чётко, изящно. А, а куда думала я? Заготовка. Заготовка. Такое разнообразие масмаков, где, естественно, у нас светило, радуга. Одинаковых масмаков нету. Нет, нет. Они все разные. Вот было время шёлком вышивали, было время вышивали овечьей шерстью тонкой, дома пряли, который вышивали. Скажу сейчас, из верблюжьей шерсти пряли тонкую нить. И ещё один интересный такой момент. Использовали для окантовки орнамента чёрный конский волос. Ой, Зинаида Михайловна, как же вы так без очков вышиваете, да? Да. Видно, да? Когда молодая была, я всегда так вышивала. Сейчас тоже видно, да? Ага, хочется вышивать. Ага. А холст в руки брать? Как-то страшновато, потому что там нитки надо считать. Ага, четыре. Четыре нитки? Ага, четыре на четыре. По четыре, четыре на четыре. МАМИН МАСМАК НОСИТИ, да, получается? МАМИН МАСМАК НОСИТИ, да? МАМИН МАСМАК НОСИТИ, да? Ну, тут изображение вот... Мама меня показала. Чуть-чуть немножко показала. А вы дальше сами вышили, да? Вышивали. Вот такой потом. Заведено из древле было, Что внучке вышитый сурбан Однажды бабушка дарила, Как родословный талисман. В прошлом году сумели вышить сурбан перле. В этом году идеи тоже собираем. Тоже это будет что-то такое экстраординарное, Чтобы удивить не только людей в Чувашской республике, Чтобы соседние регионы удивлялись, Восхищались, радовались. И в дальнейшем мы хотим все... Вывести эту чувашскую вышивку снова на мировой уровень. Мы думаем, что создание дня чувашской вышивки позволит это границы чувашской вышивки расширить. День чувашской вышивки очень значимый для нас. Юра цегапер. Ну давай. Мотор. Там, да, буй, сирия. Там, да, буй. Сан юбилеет, то смоги лепер. Тире бутравитума. А, буй лепер. Солжен тетик. Ага, все. Одна студентка Петрова Таня, выпускница. Она замуж хочет выйти по чувашским традициям. Она хочет вышить своему жениху платок жениха. Появляются студенты, которые хотят по чувашским традициям и свадьбу сыграть, и одежду вышить, и подарки дарить вышитые. Студенты знают, какую одежду носят, какие костюмы носят верховые чуваши, какие низовые и средненизовые. Вышивка действительно, она отличается. У верховых чувашей вышивка филигранная, немножко темная, черная, красная там преобладает. А у низовых вышивка яркая, у средненизовых там между. Сразу можно отличить. Это же не только вышивку они познают, они культуру своего народа, чем занимались наши предки, какие интересы у них были, какое мировоззрение, миропонимание. И между ними. Пока идешь до острова, до угла. Потом угол покажу. Первые стишки, первые швы только показала. Учимся делать углы. Вышивать его надо. Так, раз-два вперед. Пока делаем, потому что две клетки только, да? Я просто... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok